Подземная дорога Ходит молва, что кое-кто из этих людей сейчас появляется в конце тоннеля в сиянии неземного света. Если и не дано узреть святые мощи его, то по светлому огню, который сияет из гроба его, мы узнали, что это наш преподобный отец Антоний. Преподобный Антоний Печерский Монахи, добровольные изгнанники мира, в поисках уединения всегда уходили в леса и горы, чтобы там, вдали от мирской суеты, посвятить свою жизнь Богу. В тишине пещерных келий ничто не отвлекало ум, не тревожило сердце. Выступ в стене служил кроватью, еще один – аналоем. Несколько свечей, икона. Вот и вся обстановка – холодно, неудобно, одиноко. Но в суровой аскезе зрело величие Духа. Чтобы жить в уединении, в пещере, человек отказывался от всех мирских благ, отрекался от родных и друзей. Затворничество – это в определенном смысле погребение при жизни. Некоторые монахи, уходя от мира в пещеру, замуровывали себя настолько, что оставалось лишь маленькое окошечко, соединявшее их с миром. Очевидно, такое отрешение – тяжкое бремя. И поэтому отшельничество считается наивысшим подвигом служения Господу. Затворники не разговаривали с людьми, они обращались только к Богу. Там проходила их жизнь, там они умирали, там их хоронили. Поэтому некоторые пещерные монастыри называют некрополями. Пыльной дорогой, ведущей к околице княжеского села Берестово, шел паломник. Простые темные одежды, скрывавшие фигуру, выдавали в нем монаха. Усталая походка свидетельствовала о том, что он прошел длинный путь. Солнце уже закатилось за киевские холмы. Возможно, именно так в 1051 году святой Антоний во второй раз возвратился на берега Днепра. Остановился, оглядываясь на пройденный путь с гор Афонских на горы Киевские. Что привело его сюда? Духовные поиски или тяжелые столкновения с действительностью заставили первым начать то святое дело, которое позднее нашло огромное число последователей. А может, это Господь с самого начала вел его. Еще молодым он покинул родной Любич, неподалеку от Чернигова, и отправился путешествовать. Со временем добрался до Афона. Задумываясь над тем, что позвало в дальний путь юного Антипу, такое имя Антоний носил, в миру, можно представить себе его родных, недавно принявших христианскую веру и жизнь Киевской Руси тех времен. Незрелость христианской мысли, слабость веры. Священниками на Руси были греки или же болгары. Церковных книг не хватало. Но юный Антипа пылал желанием собственным умом постичь суть христианства. Он знал на Святой Горе вселенский опыт православия. Тысячу лет, тысячи мудрых умов истолковывали каждое слово священного Писания. В уединенный пустынный полуостров, омываемый Айгейским морем, там обошел он святые монастыри и видел быт святых отцов, превозмогших человеческое естество. Будучи во плоти, они наследовали ангельскую жизнь. Вероятно, там он был пострижен в монахии, наречен Антонием. Там он проходил послушание у старого игумена Феоктиста. Мудрый старец, заметив в Антонии будущего подвижника, благословил его на возвращение в Киев. Пожелал послушнику перенести монашеские традиции Святой Горы на его родную землю. Люди отдаляют нас от Бога. Пустыня приближает к нему. Строительство пещер или троглодитизм с греческого «пролезать в дыру» – явление, получившее в древности распространение во многих странах мира. Оно оказалось устойчивым и не исчезло со временем. Вдоль высокого берега Днепра и его притоков известны целые пещерные комплексы – Зверинецкий, Гнелецкий, Китаевский, Лаврский. В них жили великие подвижники – отцы украинского монашества, которые собственными руками создавали подземные монастыри. И преподобный Антоний, ради неуклонного выполнения монашеского обета, смиренной ежедневной молитвы, своим примером вдохновлял других копать пещеры и жить в них. Пещеры Киева-Пещерского монастыря, да, впрочем, и пещерные монастыри, окрестностей Киева и той территории, которую мы знаем как территория Киевской Руси, кардинально отличаются по своей планировке от византийских пещерных монастырей. Дело в том, что значительную удаленность повещений от дневной поверхности создает естественный, как бы постоянный, константный микроклимат в этих пещерах. В них круглый год одна и та же температура, которая колеблется от 10 до 12 градусов тепла. В них круглый год практически сохраняется одна и та же влажность воздуха, примерно 90% влажности. Эти условия трудно назвать комфортными. Благодаря вот этому особенному микроклимату, благодаря вот этой абсолютной уединенности, затемненности, удаленности от дневного света, Киевские пещеры позволили монахам создать свой аналог той самой первохристианской пустыни, в которую стремились первые монахи в 3-4 веке. Киевские пещеры создали своеобразный символ и условия, в которых пребывали обитатели Киевских пещер. Они уже сами по себе создавали образ и подобие настоящего подвига. Более века историки спорят относительно количества путешествий святого Антония на Афон. По одной версии, подвижник один раз посетил Святую Гору, по другой – два. Мы же обратимся к Потереку. Придя в Киев, Антоний начал обходить монастыри, но ни один не пришелся ему по душе, потому что устав у них отличался от Афонского. Начал ходить он по окраинам и чащам, и пришел в Берестово, открыл пещеру, которую когда-то выкопали варяги, сотворил молитву и поселился там, пребывая в великом воздержании. Но очень скоро Антоний покинул Киев, не выдержав междоусобных конфликтов в княжестве и жестоких братоубийственных войн. Те суровые времена любой язычник мог запросто убить монаха, зная, что тот не поднимет руки в свою защиту. Антоний вернулся в Киев лишь тогда, когда в государстве установился мир. Представим себе 1051 год, когда была создана Киево-Печерская лавра. Княжил Ярослав Мудрый, и Киевская Русь переживала свой наивысший расцвет. Летописец рассказывает о князе Ярославе Мудром. Заложил Ярослав город, Великий Гиев, у этого города есть золотые ворота. Заложил и церковь Святой Софии, Митрополию, на золотых воротах церковь Святой Богородицы, Благовещение, и еще монастыри Святого Георгия и Святой Ирины. Любил Ярослав церковные уставы и книги, и читал часто ночью и днем, и переписал книг множество. Сеял он книжные словеса в сердцах людей, а мы пожинаем учение книжное. Ярослава называли строителем высокой культуры и объединителем государств. Со временем его канонизировали и причислили к лику святых. Во главе церкви в те времена стоял наш соотечественник, выдающийся богослов, отец Илларион. Постник и книжник – так летопись характеризует святого Иллариона. В окрестностях Берестова он выкопал себе маленькую пещерку, в которой, в свободное от богослужения время, тайно совершал молитвы. Именно Илларион был также и автором знаменитой проповеди «Слово о законе и благодати». Это один из самых выдающихся богословских трактатов в нашей истории. Здесь прославляется великое таинство крещения Руси и говорится о великой судьбе этого народа, только недавно вошедшего в семью христианских стран. Согласно летописи, преподобный Антоний приходит в Киев и, обойдя его, не пожелал остаться ни в одном из существовавших здесь монастырей. Сегодня принято подозревать, что все эти монастыри были княжескими, содержались на средства казны, заселены были греками, и свой монашеский аскетизм эти греки носили в глубине своего сердца. Но Русичам, которые только недавно крестились, ближе было бы увидеть одного такого же, как они, Русича, не грека, который бы показал всю суровость внешней аскезы и всю глубину величия христианского духа. Таким преподобным подвижником и станет святой Антоний Печерский. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. То был великий день, и радовалась душа Антония. «Господи, пусть на этом месте пребудет благословение святой Афонской горы и молитва моего старца, который постриг меня. Утверди, Господи, мое тут проживание». Антоний поселился в пещере, где ранее жил отец Иларион, и принялся копать другую. Не спал ни днем, ни ночью, копал собственными руками напротив старой пещеры новую и еще большую. О нем стали узнавать люди, и некоторые приходили, прося благословения у него, другие же возжелали жить рядом с ним. Такого в Киеве еще не видели. Человек живет в тяжелейших условиях, но он счастлив, отошел от мирской суеты, но не грустит, не бережет себя, но здоров. Люди вокруг считали, что на киевских горах поселился ангел. Несмотря на полное уединение отшельника, о нем узнавало все больше людей, желающих отречься от мира и посвятить себя Богу, живя рядом с Антонием, становилось все больше. Монахи выкопали пещеру, где была устроена подземная церковь, которая существует и до ныне. Уцелели и Келья, Антония, и пещеры со святыми мощами братьей. Отец наш Антоний полюбил жизнь в пещерах, ведь воины, приступая к штурму сильного и хорошо укрепленного города, первый удар направляют на ворота, разбивают их различными приспособлениями и захватывают город. Если они в этом терпят неудачу, то делают подкоп и берут город. А разве можно найти город более крепкий и недостижимый, чем небо? Образ преподобного и его труды оценить невозможно. Как невозможно оценить его вклад в становление православия в Киевской Руси и во всем мире. Поэтому он и является пастыреначальником большого монашеского стада у престола Божьего, воссиявшего благодатным светом, который он зажег в каждом сердце. Святой Антоний сам ухаживал за больными и исцелял их своей молитвой. Он лечил их отварами, которыми питался сам, благословлял кушанье и подавал как лекарства. И через тысячу лет, в 21 веке, люди поклоняются святому Антонию и всем печерским святым и молят их об избавлении от недугов. Мощи святых – это тела святых христианской церкви, которые остались после их смерти нетленными, или костный остаток святых. Места погребения святых мучеников становились местом, где совершалось богослужение, где совершалась Евхаристия Божественная. Почитание святых мощей основывается на высоком предназначении тела человека, которое является обиталищем Святого Духа и которое также предназначено вместе с душой к бессмертной жизни. Мощи святого Антония Печерского, как отмечается в «Патереке» книги о житии святых, были сокрыты от очей людских промыслом Божиим. В Средневековье совершались попытки найти мощи Антония. Немец Эрих Лесотто, посетивший Киев в 1594 году, записал рассказ монаха, который водил его по пещерам. Из этого рассказа стало известно, что когда приблизилась смерть преподобного Антония, и он попрощался со всей братьей, между ним и монахами вдруг провалилась земля. Монахи хотели найти мощи преподобного, но из-под земли вырвалось пламя и отогнало их. Они решили отойти влево и копать там, но на них полилась вода. Следы огня и воды за иконой преподобного Антония, которая стоит на том месте, где провалилась земля, можно увидеть и теперь. Я не думаю, что у кого-то вновь появится дерзновение, и он решит ослушаться преподобного Антония и нарушить тот покой, о котором святой просил и которого он достиг в обителях Царствия Небесного. Сегодня мы считаем святого Антония нашим первоигуменом, то есть первым игуменом Киевской Руси, ведь именно он принес сюда монашеский подвиг и сам явился учителем. А мы лишь следуем его словам, идя вслед за ним. Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. В 1069 году Антоний был вынужден бежать от гнева киевского князя Изяслава в город Чернигов. Существует версия, будто князь поверил навету о сговоре Антония с врагами. Отношения между Антонием и Изяславом ухудшились после того, как некоторые княжеские слуги и боярские сыновья поселились рядом с Антонием под землей, а святой, несмотря на требования князя, не стал упрашивать новых пещерников вернуться домой. Князь Изяслав, сын Ярослава Мудрого, был непоследовательным и изменчивым в решениях. Изяслав был малодушным и одновременно мягкосердечным, хотел престола, но не умел твердо сидеть на нем. Так характеризует его историк Николай Карамзин. При поддержке черниговского князя Святослава Ярославовича Антоний нашел убежище в столице Северской земли. Антониевы пещеры Троицко-Ильинского монастыря считаются одним из таинственнейших мест Чернигова. Предания о чудесных явлениях, связанных с поселением Антония в пещере на Болдиной горе до сей поры живы. Изрезанная глубокими оврагами, покрытая дубовым лесом, высокая гора стала пристанищем для святого. Монастырь начал жить. Он представлял собой небольшой пещерный городок, расположенный на склонах оврага на Болдиной горе и состоящий из множества подземных сооружений разного предназначения и размеров. Антониевы пещеры, сохранившиеся до ныне лишь часть комплекса, который существовал в древности. В 1996 году нам раскопали классический комплекс монаха-затворника на склоне оврага. Это узкий 7-метровый ход, внутри которого по центру была, ну, явно была в свое время стояла дверь, там остатки такой дверного косяка были зафиксированы. Попадали в него небольшую 3х4 часовинку, из которой зигзагообразный ход шел перпендикулярно вправо и заканчивался небольшой кельей-сидушкой. Ну, в последнее время, допустим, я не буду говорить за всех остальных людей, то, что лично я видел, это в одном из участков пещер, в узком 24-метровом ходе, появляется туман, и на фоне тумана темный силуэт человека в монастских одеяниях. Он бывает сейтбоком к нам, бывает как бы лицом. Иногда бывает это просто силуэт, а иногда даже под схемой хорошо видно, как бы контуры лица, вплоть как бы глаза, нос, рот, борода. Вид довольно-таки интересный, но при приближении к нему он мгновенно исчезает. Через 3 года преподобный Антоний покинул Чернигов. Но, наверное, братья из стены не хотели его отпускать. Вероятно, поэтому и возникла легенда о фигуре монаха, который появляется в тумане в конце длинного тоннеля. Кое-кто считает, что это святой Антоний. Он хочет о чем-то сообщить, но является не всем. Мы знаем, что там, где был храм, который сейчас разрушен, там, где стоял престол, есть ангел-хранитель, охраняющий это место. Не нужно забывать, что ангел молится, чтобы наша святыня возродилась. И не только ангел-хранитель, но и преподобный Антоний молится об этом месте, чтобы оно было передано церкви. Батерик сообщает, что со временем князь Изяслав осознал свою ошибку, поклонился святому Антонию и попросил возвратиться в Киев. Другие исторические источники свидетельствуют, что Изяслава в те времена уже не было на Киевском престоле. Известно, что Антоний покинул северскую землю, поселился в своей пещере в Киеве и более ее не покидал. Его ждало еще одно великое свершение. Тилен Бог во святых своих. Преподобный Антоний мечтал построить в Печерской обители каменный храм. И вот однажды, пишет Нестор Летописец, даже не выходя из кельи, Антоний и его последователь, преподобный Феодосий оказались в Константинополе перед Пресвятой Богородицей. Они получили от Царицы Небесной золото на строительство Печерской Церкви и передали его художникам, каменно-зодчим, чтобы те шли в Киев, и там построили храм, достойный самой Матери Божией. Молитвами Антония открылось место для строительства Успенского собора. В 1073 году Святой Антоний благословил начало строительных работ и стал готовиться к завершению своего земного пути. Небуподобная обитель была разрушена и уничтожена. В 1941 году большевики взорвали храм, но в 2002-м он вновь воссиял всеми своими куполами и крестами. Святой Антоний создал пещерный монастырь и практически всю жизнь провел под землей. Его ученик и последователь Святой Феодосий перенес жизнь монахов на поверхность. Антоний же благословил строительство наземной церкви, вокруг которой потом появились иноземные кельи. Под землей остались лишь Антоний и некоторые затворники. Так утвердились в обители святых Антония и Феодосия два потока духовной жизни монашества. Один пещерный, аскетический, героический, другой надземный, просветительский и социальный. Чудесные исцеления, пророчества, подвиги, праведность жизни, а иногда и нетленность после смерти становились основанием для канонизации церковного почитания святого. Большинство канонизированных святых – монахи, люди, отрекшиеся от мира и его суеты, полностью посвятившие себя Богу, а мы имеем возможность прийти в Киево-Печерскую лавру и поклониться святым, прикоснуться к великой украинской святыне. Основанная преподобным Антонием и расстроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская лавра стала образцом для многих монастырей, заняла главенствующее положение в развитии православной церкви. Из ее стен выходили прославленные архипастери, ревностные проповедники веры, писатели, иконописцы, врачи. Лавра дала миру двести святых подвижников благочестия, первым среди которых был преподобный Антоний. Вечерело. Отливали золотом освещенные солнцем верхушки деревьев. Монах, изможденный, похожий на тень, стоял перед братьей, вытянувшись во весь свой немалый рост. Резкий ветер трепал во все стороны его старенькую хламиду, на суровом лице светились глубоко запавшие глаза, седая борода не скрывала старческих морщин. Руки твердо держали посох. Все указывало на суровость его подвига, но в облике его не было ни тени немощи. Наоборот, в нем светилась мощь всепобеждающего духа, тихий голос был полон силы, порывистый ветер с Днепра затих, спрятались птицы, и только Днепр дышал полной грудью, живой свидетель благословенных и прощальных слов отшельника. Горько тому городу, в котором нет святого или нет праведника, да и город, в котором были святые и праведники, но о них забыли, неминуемо придет к запустению.